Академия на грядках Телезрители и садоводы-любители Ну что ж, Людмила Васильевна, у нас сегодня первый, как говорится, выезд на природу Немножечко холодновато, кажется, что природа нас не совсем балует, но приходится уже понемножку работать Елена Сергеевна, я думаю, что вот все, что мы услышали за зиму, всю теорию теперь нужно будет попробовать на практике Лучше, говорят, один раз увидеть, чем сто раз услышать Вот сейчас мы и попробуем это сделать И вот, наверное, много проблем возникает с высаживанием лука Как посеять, как посадить, что, из каких семян вырастить нам лук, если это возможно И вот сейчас можно уже садить семена в землю или нет? Совсем недавно, может быть, всего несколько лет тому назад Мы даже не представляли себе, что лук можно сеять из семян Привыкли сеять только из сивка Но оказывается, самый хороший лук вырастает, когда мы его сеем из семян И получаем прекрасную репку в один год Конечно, не все семена подходят для того, чтобы вырастить хороший урожай лука Но имеются сейчас такие семена Посеял семена в один год и получаешь хороший урожай Главное, конечно, это посеять надо вовремя И семена взять те, которые дают высокий урожай Вот у меня, допустим, сейчас в руках лук лорензенс Вот этот лук дает прекрасную крупную луковицу в течение одного сезона Имеется большое количество сортов наших российских селекционеров Которые точности также дают высокий урожай лука Тот же лук эмиссар, флоренцы, это луки красные Бастион дает очень хороший урожай Именно это длиннодневный лук и растет в нашем регионе Но главное, что лук надо посеять семенами вовремя Самая большая проблема для тех, кто не успел сделать грядки с осени Обязательно грядки должны копаться с осени, готовиться с осени Для того, чтобы в течение зимы земля осела и работала как насос Чтобы была возможность сохранить влагу Если, допустим, сейчас перекопать Земля будет рыхлая, очень быстро высыхать И, конечно, в такой земле лук может просто, семена могут не взойти Желательно, чтобы грядка была хорошо все-таки и полита заранее Лук сеют на глубину полтора-два сантиметра Вот на такую глубину, чтобы он хорошо у нас взошел Расстояние между должно быть 5-6 сантиметров Если семян много, то можно немножечко сделать расстояние до 2 сантиметров Но потом придется продернуть, чтобы в конечном итоге расстояние было примерно 5-6 сантиметров Расстояние между рядами должно быть 17-20 сантиметров Лучше всего, когда у нас есть мерочка Вот досточка, расстояние вот этой доски 20 сантиметров Между рядами? Да, между рядами А так мы должны примерно 5-6 сантиметров Можно делать палочкой, можно делать пальчиком Видите? Вот так вот делаем С одной стороны Разрешите, Людмила Васильевна? И с другой теперь Да, с другой стороны Вот Грядка должна быть политая? Обязательно грядка должна быть политая И в каждую луночку мы сеем по одному семечку Вот, пожалуйста, можете взять и положить по одному семечку Людмила Васильевна, теперь вот эту вот досточку вы передвигаете Вот так, видите? Понятно, и ровненькие рядочки получаются И ровненькие рядочки Обязательно каждую луночку мы должны очень хорошо прижать Плотно Плотно должно быть прижато Очень плотно Видите? Вот так вот мы прижали ее Вот, хорошо, хорошо прижмите Людмила Васильевна, обратите внимание Что расстояние между рядочками у нас 20 сантиметров Да, 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 как раз Лук всходит, семена лука всходят очень медленно И очень жалко вот этого места, которое у нас остается Так Поэтому посрединке, вот здесь посрединке Рядочками Можно рядочками Можно посеять резиску Можно посеять салат Можно посеять шпинат Потом пока лук растет очень медленно Семян в течение месяца он у нас, ну, дает, может быть, один настоящий листочек Затем лук уже растет очень быстро А редиску мы успеем съесть? А редиску мы уже, пока лук у нас вырастет Редиску мы успеем съесть Да, экономно очень Да, очень экономно Самое главное Для того, чтобы семена хорошо взошли Грядка должна быть очень хорошо полита Ну, у меня она уже замульчирована Сверху перегноем У кого не замульчировано, можно сверху еще замульчировать Перегноем И как только начнут показываться всходы Надо обязательно поливать Елена Сергеевна, ну, вот, рассада, я вижу, у вас выросла Кстати, сколько она у вас растет уже? Возраст какой этой рассады? Ну, дело в том, что, конечно, посеять семенами можно Он вырастет Немножечко позже Урожай мы будем снимать, наверное, в конце августа В начале сентября Нормальный, хороший урожай Но самый надежный метод получения лука Это рассадный Мы можем получить лук нормальный Простой лук Там бастион, лорент, анспирит Это небольшие головки Но ведь очень многим хочется получить И хороший салатный лук Допустим, такой, как эксибишн Его уже из семян не получишь Или если получишь, то очень маленькую луковицу Поэтому самый надежный способ получения лука Это рассадный Это какой лук у вас? Это лук эксибишен Рассада лука растет примерно 55-60 дней А вот вашей рассаде сколько? Да, ей примерно столько же То есть время высаживать? Да, время высаживать Посеяна она в начале марта Сейчас у нас начало мая Поэтому как раз возраст рассады У нее примерно 60 дней Единственная проблема при выращивании рассады Что дома лук вырастить сложно Температура должна быть днем 12-14 градусов Ночью не больше 10 градусов Если температура выше, он вытянется Корневая система будет слабая И рассада в дальнейшем может погибнуть Поэтому проростили дома Привезли на дачу Поставили ее в теплицу И проблемы никакой нет Поливай, не пикировать Ничего ее не надо Вон, видите, в ящичек посадил Вот здесь вот часть растет у нас эксибишен А вот это вот лук порыв Елена Сергеевна Рассада, конечно, прекрасная Очень такая здоровая, красивая И вот как ее нам высаживать Также рядочки делать, расстояние тоже 20 сантиметров И теперь нам нужно проделать бороздки Или вот так же гнездышки Сейчас я покажу, как сделать Но прежде чем рассаду нам достать из ящичка Нам ее надо Вот я ее вчера поливала Я ее сегодня утром поливала Я еще раз ее очень хорошо пролью Для того, чтобы не повредить Корешочки, да? Да, для того, чтобы не повредить Корневую систему Расстояние Вот здесь у меня лук эксибишен Лук эксибишен растет очень крупный Самая маленькая луковица Бывает не меньше 200-300 грамм А иногда и до килограмма Поэтому расстояние между растениями Должно быть примерно около 8 сантиметров Если это обычный лук Бастион или спирит, саммит То расстояние точности также 5-6 сантиметров Можно в одну луночку посадить несколько растений Они будут мельче Но зато урожай будет намного повыше Удобнее вилкой, да? Удобнее, конечно, вилочкой Достать вот большое количество Вот видите Несколько сразу, да? И разделить Вот, вот посмотрите Если рассада хорошо пролита Вы понимаете? Легко отделить Мы ее отделяем У нас не повреждается ни один корешочек Вот он Корневая система на месте Да, корневая система у нас вся на месте Вот, видите? Вот она Вот Отделите ее Отделили Вот мы приготовили Ее вот отделили Если, допустим, очень длинная корневая система, слабая То, конечно, можно немножечко здесь подрезать Тогда приходится подрезать и сверху Для уравновешивания, да? Да, да, да Вот И как мы делаем? Луночку Делаем луночку Кладем нашу рассаду Вот просто положить, да? Да, да Закрываем так Чтоб она у нас росла точности так же, как в ящике Ни в коем случае ее не заглубляем Вот, видите? Вот положили Чтобы корешки располагались вниз Распрямились Очень хорошо уплотняем Очень хорошо вот уплотнили И идем дальше Вот Давайте я пулью Все, точности так же передвигаем досточку Расстояние между рядами у нас 20 сантиметров Расстояние между растениями у нас примерно 8 сантиметров Для лука эксибишена И 5-6 сантиметров для обычного лука Вот у меня в руках не репчатый лук У меня в руках лук-шалот То есть, иначе говоря, это семеечка Но ее высаживают точности так же, как и лук-сивок Все зависит, конечно, от того, как лук хранился Когда мы приобретаем лук, лучше, конечно, чтобы он не был проросший Самый хороший урожай дает лук, который не очень крупный Более мелкий Но здесь очень большие проблемы В какое время посадить лук Если сивок посадить в очень холодную землю То здесь пойдут такие процессы, что он даст стрелку и зацветет Если его высадить в холодную землю Если мы будем садить немножко попозже Здесь сроки должны быть очень сжатые Земля может высохнуть И лук может попасть в очень сухую почву Тогда он вообще может и не проснуться Поэтому или начало не позже посадить, чем в первой декаде мая Но вот мы когда берем немножечко ножницами Мы верхушечку состригаем Видите? Вот мы состригли верхушечку Здесь у нас упала Вот она, видите? И все уже показывается у нас зелененькая Что она прорастет, не больше Лук надо высадить Чтобы вот над плечиками было 2 сантиметра И не меньше Но и ни в коем случае не посадить его очень глубоко Если лук посадить глубоко То он, во-первых, долго будет прорастать И будет как бы вытянут И он будет менять свою форму Поэтому нельзя ни в коем случае вот так вот лук садить Брать и его вот так вот впихивать Когда мы впихиваем Мы очень уплотняем в почву И у нас корешки могут не прорасти Лучше всего сделать луночки Вот так вот Тоже расстояние 5-6 сантиметров Кладем донцем, конечно Вниз, да? Вниз кладем Чтобы над луковицей было примерно 2 сантиметра Засыпаем И очень хорошо его Слегка, да? И хорошо Да, хорошо Утрамбовать Утрамбовали, видите как Кладем, не впихиваем И все Земля должна быть очень хорошо пролита Тогда он взойдет очень быстро А все равно еще потом поливать или нет? Но если земля Если пролита, то уже хорошо пролита То сверху, конечно, поливать не стоит При посадке Да Лук любит очень хорошую плодородную почву Поэтому органики должно быть много И лук очень любит полив Поэтому поливать его надо, конечно, очень часто Обильно Обильно Но какое преимущество, когда мы высаживаем или семенами, или рассады В чем все-таки преимущество от того, как мы высаживаем сивком? Вот сейчас начнут цвести одуванчики Когда начинают цвести одуванчики, то начинается лед мухи, луковый И многие уже знают, что когда высаживают сивком, то иногда 50%, а иногда и больше Лук поражается луковой мухой, и урожая не получишь То есть мы смотрим, он взошел, ботва пожелтела Вытаскиваем, а там большое количество уже личинки луковой мухи Поэтому, если уж мы высаживаем сивком, то единственный метод, который можно предотвратить от луковой мухи Это закрыть укрывным материалом Для того, чтобы туда не попала муха И, конечно, когда мы высаживаем лук, должен быть сивооборот На прежнее место мы должны на эту грядку посадить не раньше, чем через 3 года А после чего садить лук? После чего? Лучше всего после капусты После капусты? Да, потому что когда мы... Удобренная почва, да? Да, очень удобная под капусту Очень удобная почва Почва и то, что остается после капусты Хватает питательных веществ, чтобы лук у нас... То есть отдельно не надо уже удобрять, она удобная Да, она хорошо удобрена Или, конечно, добавить сюда компост или перегной Ирина Сергеевна, ну спасибо большое за своевременную информацию Я думаю, что это как раз будет кстати И все поймут, что именно сейчас нужно лук высаживать И уже теперь знают как Так что спасибо большое вам Спасибо, Людмила Васильевна До свидания, уважаемые телезрители А я всех приглашаю на выставки, ярмарки Которые каждую субботу проводятся на площади имени Ленина Совместно клуб Академия на грядках и администрация Здесь вы сможете приобрести и посадочный материал И все для садоводов-любителей И получить консультацию До свидания, уважаемые телезрители Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok